здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединились всем здравствуйте а с кем я вас сегодня познакомлю посмотрите на эту очаровательную леди кто это кто она такая а это дорогие мои это шейх моза как ее называют это икона стиля восточном мире вы скажете все но нет конечно знаете кто она я вам скажу что ее жизнь она словно восточном сериале но я думаю скорее сказки у нее хотя был был шанс встретить принца в отличие от девушки например из глубинки или обычного города уже 18 лет она познакомилась с будущим наследным принцем однако замуж за него она не вышла сразу сразу видно восточная мудрость в крови образование в области социологии получила в национальном университете катара с 1986 по 90 затем прошла стажировку в ведущих университетах сша и уже потом вышла замуж вот так вот готовятся к замужеству вот так посмотрите на эту красавицу первые годы семейной жизни а за кого же она вышла замуж она вышла замуж за шейха являлась является второй женой но кроме этого за шейха за шейха катара и она является матерью семи детей вторая жена и матерью семи детей конечно же первые годы семейной жизни она отдала детям ситуация изменилась в 1995 году тогда супруг мозы совершил бескровный переворот и захватил власть в стране свергнув собственного отца переворот поддержал англосаксонский мир а катаре заговорили в связи с его нефтегазовым комплексом и новый эмир представил миру свою вторую жену красивую и образованную мозу давайте посмотрим на ее стиль ну вот она королевская чета рядом с королевой елизаветы такая вот высокая красивая стройная необыкновенная королева скажем так катара и соответственно и знак ну а тут она с мужем смотрите какая она сильная и уверенная в себе эмансипе ближнего востока шейха ее называют моза бинт насыр аль миснет она восхищает весь мир своей смелостью отверженностью и вот такой вот необыкновенной красотой восточной шейха моза заслуженно входит в список самых стильных первых леди мира не только потому что обладает прекрасным вкусом и следит за модными тенденциями но и знает что подчеркнуть и что скрыть своей фигуре чтобы выглядеть грациозный европеизированный и всемогущий вы знаете что ее гардеробу свойственно такие графические очерченные силуэты вот посмотрите кстати это в последнее время заметила у жены супруги трампа первой леди америки и вот пожалуйста графика очень стильно она всегда смотрится стильно а также минимализм цветовой гаммы то есть смотрите черный немножечко темно-синего и просто строгий синий ну это да к примеру минимализм цветовой гаммы у нее кстати этот наряд она сразу купила с подиума вот мы это видим но и яркие цвета а ей не чужды вот пожалуйста она вот в этом шикарном костюме который также взяла на подиуме с подиума сразу к ней посмотрите вот это достойные жены шейхов она вторая жена имеет семь детей посмотрите как она выглядит при этом изумительно изумительная леди и заметьте заметьте у нее всегда подчеркнута талия острая выразительная линия плеч даже то что она берет с подиума она делает по-своему посмотрите как она обыграла здесь воротник ну а тут мы видим ее в брюках в брючном костюме такой красные красные высокой талии облегающие талию облегающие брюки и изумительная блуза шифоновая может быть даже шелковая мы не знаем у нее всегда такое видите облегающие тело силуэты изумительный обувь у нее на высоком каблуке всегда открытые запястья у него потрясающий собранности утонченности образ такую виде она добивается геометричными линиями и матовыми такими фактурами еще выбирает подходящие ей цвета которые соответствуют ее восточной глубокой и пряной природе скажем так ну вот например вот тут посмотрите какая она красивая но здесь у нее в стиле джеки кеннеди посмотрите здесь моза пытается подражать джеки кеннеди точно такое пальтишко но по крайней мере мы видим что это двусторонняя и точь точности воротник выполнен вот тут вот как джеки и впервые такое дело джеки кеннеди тут она в брючном костюме а тут она посмотрите экспериментирует с нежными теплыми розовыми оттенками вот что из этого получилось и меха ей не чужды такие сложные замысловатые силуэты скругляет плечи тут она видите в общем моза превращается в среднестатистическую восточную такую мать жену среднестатистического бизнесмена но вообще она конечно великолепно на нее смотришь и понимаешь что это королева это шейха тем не менее не только благодаря вот удачно выстроенному имиджу ей удается успешно лавировать между ролью жены матери семерых детей и общественного деятеля в мире мужчин и высоких должностей шейха моза бинт насыр аль мисс нет она по праву считается самой экстравагантной и успешной женщиной ближнего востока еще и благодаря своим амбициям интеллект харизма конечно он повсюду путешествует с ней понятное дело что вот эта вторая жена и стала иконой стиля она стала его иконы это редкость такая редкость и еще редкость для жен правителей других стран персидского залива имеет то что она является государством международным деятелем она глава катарского фонда образования науки и общественного развития на президент верховного совета по семейным вопросам она вице-президент верховного совета по образованию спецпосланник юнеско ведь у нее изумительное образование она выучилась прежде чем быть и замуж выучилась она уже знала что она станет женой шейха но она сначала выучилась посмотрите как она бесподобно одевается какая же она умница и красавица мама семерых детей хочу напомнить вам а тут мы ее по созерцаем поближе знаете что она поставила своей главной целью превратить катар в современную передовую в мире страну для чего участвует в политической деловой общественной культурной жизни своих стран и вообще региона она создала арабский демократический фонд в который ее муж сделал первый взнос в размере 10 миллионов долларов главная задача этого фонда ну как она заявляет содействие развитию свободных сми и гражданского общества шейха моза она является еще инициатором идеи превращения катара в новую кремниевую долину вот с этой целью создан катарский парк наук и технологий открытие которого но знаете силиконовая долина да скажем так и вот там открытие технологии науки и это было в 2008 году когда открыли этот парк и парк привлек 225 миллионов инвестиций пожалуйста вот это благодаря ей 225 миллионов инвестиций кто кому даст а вот ей дали в том числе от таких ведущих мировых компаний как microsoft она там шел general electric и другие в общем ну молодец кроме того она является инициатором воплотителем в реальность образовательного города в катаре университетский городок так называемый отстроили благодаря ей в пригороде столицы она хочет чтобы ее народ был образованный она активно поощряет деятельность ведущей арабоязычной телесети аль джазира она частый гость великой британии и многие проекты совместно с принцем чарльзом которые она делает у у нее есть почетные докторские звания вирджинского университета содружества техасского университета 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 карнеги мэллон имперского колледжа лондона и джорджтаунского университета с 2010 года между прочим она является дамой командором ордена британской империи пожалуйста у шейхи моза семеро повторяю детей из них 5 сыновей и две доченьки и быть модной и стильной в европе легко а вот быть стильной восточной женщины этот талант но это я так считаю этот талант ведь важно не нарушить правила и традиции не перейти грани дозвольную и в то же время быть современный и утонченный вот что очень важно она шейха моза навсегда элегантно это всегда юбки или платья или брючки широкие голова и волосы покрыты тюрбаном но иногда она позволяет когда она в европейских странах и не покрывать это уже ее такие найти отличительный элемент гардероба не паранджа но в рамках традиции давайте близко посмотрим вот опять она с мужем в поездке в общем муж как вы видите в ней души не чает посмотрите как она интересно очень красиво элегантно и модный принт настолько модный изумительно изумительно это королева образованнейшая и вот посмотрите на ее деток вот это же эти куколки они также получат великолепное воспитание потому что ее муж умница в том плане что он позволил ей и получить образование и стать деятелем и прекрасной женой и посмотрите как он ей восхищает но и не только он ею восхищается но и его свита посмотрите как на нее смотрят с такой знаете гордостью с такой вот честью что вот это их представитель вот такая красавица и она действительно здесь затмила всех на этой фотографии уникальное платье уникальное геометрия смотрите просто уникальное платье ну и вот тут вот благородный такой белый белый цвет и коричневый у нее коричневый аксессуары белые туфли на высоком каблуке клатч коричневый по моему из крокодилей кожи и такой же ремень красавица и очень элегантно смотрится брошка все то есть нету в ней тут такого знаете куча золота куча там я не знаю всяких украшений сразу много ведь это так некрасиво когда на человеке сразу куча всего куча камней куча каких-то цепей куча еще чего-то все должно быть в меру и элегантно вот сдержанность это вежливость королей ну и вот тут посмотрите какая она красивая тут она себе позволила немного облегающего очень красиво элегантно а теперь дорогие мои догадайтесь трех раз что это мудрая женщина сделала вот она является второй женой есть и первая жена у наследников наследников 20 с лишним человек как вы думаете кто стал следующим шейхом кто стал наследником кому передана власть была здесь и гадать нечего старшему сыну второй жены они первые старшему сыну второй мудрой жене вот такая восточная мудрость вот такая восточная хитрость хотя можно было и вернее по закону старший сын наследник а здесь нет мозе 54 года между прочим выглядит потрясающе она не скрывает что на 12 пластических операций она потратила около двух миллионов долларов ничего посмотрите красавица поэтому говорят когда за пластические операции я всегда говорю на это у каждого свой вкус будьте благословенны вы и ваши близки здоровья вам красоты вам любви и пусть бог спаспешествует вам любите жизнь пока пока